Ради высшего блага, с вами товарищ Атомный, практикующий психолог-психотерапевт со стажем более 10 лет, работавший с ведущими психологами страны, а также зарубежья. В данном случае мы рассматриваем показную психотерапевтическую сессию от американских психологов. Я буду переводить на русский язык то, о чем они говорят. В данном случае мужчина Кайл будет выступать в качестве пациента, а доктор Джуди Хо, психотерапевт, будет проводить психотерапевтическую сессию. Это направление когенитивно-поведенческой психотерапии, достаточно распространенное в США. И, насколько я понимаю, девушка Джуди Хо является... Она является... Красивая это, да. Но еще и членом Американской психологической ассоциации АПА. Одной из ведущих организаций в плане психотерапии. Интересно посмотреть на их уровни и сравнить со своим. Вот так вот. Померяемся профессионализмом. Кто-то меряется другими частями тела. В данном случае профессионализмом. Интересно. Ну и скажу наперед, что интересная достаточно техника. Можно будет... То есть, когда буду я здесь переводить и рассказывать, что они говорят, вы можете, собственно, поработать со своим запросом в отношении... В ваших отношении с какими-то другими людьми. Допустим, вы можете считать, что кто-то вас... В данном случае тема будет подниматься вопроса, что человек считает, что его не любят. Вот. И то есть, вы можете посчитать, что кто-то плохо относится к вам, да. Кто-то как-то негативно-то, ну, там, допустим, или наоборот, слишком настырный. В таком духе. И попробовать вот эти методики, которые будут предложены в данном видео, которые я переведу. Я постараюсь в запросы работать, связанный с одним человеком, который помог мне на Ютубе, собственно, начать видео, да. А потом оскорбил меня. И как бы в результате чего у нас прекратились отношения. Интересно попробовать в этом направлении поработать. Как-то так. Так, давайте поехали тогда. Поэтому здесь будет даже больше, чем вы можете представить. То есть, несколько клиентов сразу. Можно такие штуки делать. Это необычно. Но я научился такие штуки делать. Ладно, поехали. Значит, у нас будет показана терапевтическая сессия, когда он, Кайл, будет отыгрывать человека, у которого есть убеждение, какое-то основное глубокое убеждение. И вы будете проведите меня через это убеждение и покажете зрителям, как когнитивка может приблизить вас к истине и даст вам более здоровый способ реагировать и вести себя. Что, когда вопросы касаются вот данного убеждения и эмоций, связанных с ним. Моё основное убеждение для этой показанной терапевтической сессии, что я чувствую себя нелюбимым всем, что меня ненавидят все. Ну, на самом деле, я считаю, что меня большинство-то людей любит, да. Да, это ненастоящее убеждение Кайла. Не совсем понятно, почему он решил играть в этом плане, да. То есть, почему он не решил работать с реальным каким-то запросом. Потому что реальная работа гораздо интереснее, с моей точки зрения. Ну, вот так вот. То есть, демонстративно он будет играть кого-то. Я говорю о том запросе, который настоящий у меня. То есть, у меня несколько другой подход. Но тоже связанный с отношением. И, ну, мы посмотрим, как это будет смотреться, да. Давайте, поехали дальше. В общем-то, то, что все не любят кого-то, это достаточно распространенное глубинное убеждение у людей. И это имеет смысл, потому что одна из основных мотиваций людей – это быть любимыми. Это базовая мотивация. Это не просто по поводу хорошего настроения, но это насчет физического выживания. Если вы нелюбимы, то вы можете умереть. Ну, если вы знаете, ну, если вы находитесь во враждебной среде и знаете, что это ваши враги и имеете навыки и способности для того, чтобы противостоять им, то в данном случае любовь далеко не обязательно, да. Можно и без любви жить. Это если кому-то интересно. То есть, ну, конечно, с любовью-то получше, скорее всего. Хотя не всегда. В общем-то, это хорошая будет ролевая игра для них, и, собственно, хороший способ показать зрителям, как работает когнитивная терапия. Хорошо. Кайл, что тебя привело сегодня? Я недавно расстался с очень напарником, с партнером, с которым было очень длительное время. И это один из множества расставаний, которые я имел в своей жизни. И в этой точке я уже более взрослый, у меня уже даже появилась седина, а время идет, и я не чувствую, что я когда-либо найду кого-то, кто любит меня. Я думал, что я бы уже должен был найти их, и я уже встречался с достаточным количеством людей, ну, собственно, и это не происходит. И моя депрессия переполняет меня. Что касается меня, ну, что сказать. Я считаю, что тот человек никогда не извинится и не изменится, вот, и любое сближение приведет к тому, что он продолжит те оскорбительные высказывания или прочие вещи, или неуважительные отношения к моим взглядам, и никак не будет ценить ту часть, которую я делаю. Ведь я тоже что-то полезное делал для него, да? Но он никогда этого не замечал и не замечает. Вот. Поэтому как-то так. Сожалею о твоем расставании и о каскаде всех неприятных эмоций и мыслей, которые ты переживаешь. И насчет, в том числе, своего будущего. Мы сегодня используем практическую технику, которую я называю «взбирание по лестнице». Ладдеринг — это как «взбирание по лестнице». Она нам поможет тем, что упорядочит некоторые негативные мысли, о которых ты уже... Некоторые автоматические... Ошибочка у меня была. Автоматические мысли, которые ты уже достаточно много их высказал. Мы поработаем, начнем работать с одним из них и мы посмотрим, к чему эти автоматические мысли нас приведут. То есть автоматические мысли — это как айсберг, который на самом деле скрывает что-то под водой. Автоматические мысли — это то, что снаружи айсберга, сверху. Но более глубокие мысли, их нельзя увидеть, они под водой. И мы идем именно туда. Потому что основные проблемы представляют именно вот эти глубинные убеждения, которые влияют на то, как ты себя ведешь, как себя чувствуешь и как стоит... Ну, и в общем, как складывается твоя жизнь. Давайте начнем с автоматической мысли. Ты начал с того, что ты никогда не найдешь... Ну, из того, что мы услышали, что ты никогда не найдешь человека, с которым будешь любить друг друга. Ну, как-то так. Я так понял, он про отношения с девушками имеет в виду, да? А моя автоматическая мысль была в том, что он... Ну, данный человек никогда не будет признавать вот мои заслуги, ту помощь, ну, то хорошее, что сделал я. И, наверное, важно, что ему, в принципе, безразлично. Как-то он не готов измениться для того, чтобы исключить те токсические вещи, ну, те вредные, я считаю, вещи, которые приводили к вот этим конфликтам. Давай подумаем с этим автоматической мыслью. Если твоя автоматическая мысль «Я не найду того, кто любит меня», что это может значить? Что это значит для тебя? Ну, я смотрю на моих друзей и окружения, которые размещают фотки, карточки и прочее. И я не чувствую, что я смогу жить вот так вот, как они. У них у всех есть любовь в их жизни и цель, а у меня не будет ничего. Я останусь один, и я останусь один. И я одинок. Но, в моем смысле, да, давайте идем в этом направлении и то же самое. То есть, что он никогда не справится, это говорит о том, что в принципе мы никогда больше не будем общаться и никогда не будем дружить и разговаривать, потому что любое общение приведет снова к тому же конфликту, который и был, либо так же, как он случался, либо усугубиться, в общем-то, вот так вот. И поэтому ничего хорошего из этого не получится. да, и это разрушает. Давайте представим, что давайте примем за истину то, что вот эти все мысли, которые говорят о том, что ты никого не найдешь и прочее, что если они правдивы, что если это действительно произойдет? То есть, что если действительно в моем смысле, что действительно если человек не изменился, если он продолжит себя вести вот так же, а такие же оскорбления или какие-то наезды будет делать, что это будет значить? Ну, во-первых, это будет значить то, что я не смогу двигаться и развиваться в том направлении, которое мне хочется. Более того, даже мне невозможно будет оставаться самим собой, потому что оставаться самим собой постоянно будет приводить конфликты и мне нельзя будет иметь свою точку зрения рядом с ним, потому что любое выражение точки зрения моей, отличимой от его позиции, провоцирует конфликт и, собственно, ссору. Вот. А мне некомфортно быть ссорами. Вот. Как-то так. То есть, это как раз прекратит те отношения, которые даже были раньше, потому что такие ситуации будут чаще встречаться, а человек никак не реагирует на эти вопросы. Это значит, что люди, если я один, то люди не хотят быть со мной. Это ужасная мысль. Это также значит, что я не смогу наслаждаться жизнью, как я был. Да, вот в моем случае это будет означать вот эти ссоры, что я не могу быть собой и не могу высказывать свою точку зрения, которая является именно моей, и при этом все равно оставаться в дружеских отношениях, с уважением и с правом на мою точку зрения. При этом человек может иметь право на свою точку зрения, просто тогда говори, ну вот у тебя такая точка зрения, у меня такая точка зрения. И кроме того, когда человек просто игнорирует многие вещи, которые я говорил, а потом в итоге оказываются правильные вещи, ну и что? И это ничего не меняет. вот что не будет ничего ни детей, давайте назад чуть-чуть это значит я не смогу наслаждаться жизнью как могу, то есть не смогу ходить на ужины, эти самые праздники, путешествия, вот не смогу радоваться своим детям, наследию, много последствий будет. Ну в моем случае, что не будет больше наслаждения собственно от игры, потому что мне, ну то есть мою точку зрения унижают, оскорбляют и выставляют в негативном свете. Я сейчас рассказываю о том, как я это воспринимаю, то есть ситуация может разная, человек по-другому мог воспринимать эту ситуацию и вы можете эту ситуацию вообще по-другому воспринимать. Я говорю сейчас о своих мыслях и переживаниях, они не имеют отношения к объективности, это мои субъективные личные мысли и взгляды, то есть я выражаю свои мысли и взгляды. субъективные и выражены и ты сказал, что что будет означать вот это одиночество, что никто не хочет подожди, еще раз, что никто не хочет быть с тобой. И что, если это правда, что если никто не хочет быть с тобой, что это будет значать? что со мной что-то не так? А если с тобой действительно что это если это правильно? Если правда с тобой что-то не так, что тогда? Тогда я плохо справляюсь в жизни? То есть я не тот человек, с которым бы люди хотели быть. В общем, что для меня будет значить, если человек не являет ну если он действительно так себя ведет. Значит это ошибка, значит это не тот человек с которым стоит продолжать общаться. есть пользу он то в любом случае он много сделал для меня. Вот и помог многие вещи, которые я хотел собственно чем заниматься. За это конечно же я благодарен и я всегда об этом говорю. Но продолжать дальше общение невозможно по той причине что ну то есть человек просто будет насмехаться над моей точкой зрения над моей позицией и конечно никакого удовольствия от этого не будет от дальнейшего общения от дальнейших это будет порождать только дополнительные ссоры. если раньше наше общение содержало больше приятного позитивного общения то под конец оно стало содержать больше негатива и если дальше будет в том же духе продолжаться если продолжить это общение то собственно дальше будет некомфортно вот и как-то вот так вот поэтому и поэтому смысл восстанавливать данные отношения общения если в нем уже комфорта не будет потому что снова когда я буду выражать свою точку зрения снова пойдет унижение принижение моей точки зрения того что я не разбираюсь в чем-то в того что моя точка зрения ну как бы такая смешная не имеет значения вот я это так воспринимаю как человек реагировал на данную ситуацию да я не хочу больше такого и что это значит для тебя ну на самом деле то есть если ты плохо справился что это значит для тебя что я просто потеря времени это убеждение это собственно глубинное убеждение что я что я не имею значения то есть вот таким образом мы проходим к глубинному убеждению что это значит то есть мы идем от первых автоматических мыслей потом спрашиваем что если это правильное убеждение что тогда это значит и от этого переходим к другому и в итоге приходим к глубинным убеждениям и да мое глубинное убеждение собственно мы пришли к тому что я и так давно догадался вот к тому что данный человек не изменится ему либо тяжело меняться либо не хочет ну в общем по тем или иным причинам более не будет того общения даже если оставаться оставаться в этом общении которое было ранее потому что ну собственно человек не ценит того что я высказывал не ценит мои взгляды и более того когда я их высказываю сыпятся унизительные фразы не в том что там какие-то маты или еще не никаких матов не было но в том что что ты говоришь это такое ну типа это мнение ну такое малозначимое там не имеет никакого ценности ошибочное вот вот в таком духе принизительное мне конечно не нравится ну да что будет да вот она обратно рассказывает про то как добирались к этой мысли что от одной мысли к другой мы шли что и мы пришли к тому что я не заслуживаю ну что мысли тому что я не заслуживаю любви или еще что-то такого то есть глубинные убеждения это не те убеждения в которых ты действительно как бы веришь да глубинные убеждения это самые большие страхи то есть если бы эти убеждения оказались правдивыми они бы были бы разрушительными если бы ты действительно был бы нелюбим и не нужен это было бы разрушительно если вы спросили меня 3-4 минуты назад я бы я бы сказал бы что нет я не чувствую себя ненужным человеком вообще ну и когда мы выходим к этим глубинным убеждением то многие люди приходят к тому мысли что они на самом деле то не верят в правдивость этих убеждений по крайней мере но это больше о страхе от того что если бы это действительно бы имела бы смысл в моем смысле в моей ситуации как раз ситуация именно такая то есть человек не хочет меняться не хочет менять отношения моей точки зрения к моим взглядом вот поэтому ну как то так причем навряд ли он даже обращать внимание на то что те вещи которые я высказывал в данном случае теперь он следует ряду из этих вещей я не знаю и бывать о чем дело когда подобные темы вскрывались ранее дата человек ну не признавал что на самом деле это я об этом говорил в начале потом через какое-то время человек сам стал руководствоваться тем что я говорил или предлагал вот как то так поэтому ну я убежден что просто недавно да заметил что в принципе человек пошел в том направлении которым я сказал еще полгода назад вот как то так у всех есть страхи по разным причинам я не способен и это для них парализует нет ну на самом деле что я прихожу к тому что ну не будет больше комфортного общения с данным человеком тем более если все останется так как и было потому что ну терпеть подобные отношения я уже не могу я не хочу и из-за этого невозможно тут продолжать те классные отношения которые были ранее вот так вот хотя конечно я в какой-то мере сожалею что больше нету того общения этого веселья которое было ты радости и забавных вещей которые мы классно вместе время проводили это речь про дружбу знаете вот про дружбу про занятие теми делами которые нравятся делать совместно да вот об этом да еще я хочу наверное по поднять тему от того что собственно этот человек никогда не обращал внимание на то что имеет значение для меня то есть мы выбирали всегда то направление которое нравится в первую очередь ему вот ну мне тоже нравилось да но при этом ну не так сильно как ему то есть более для него более радостная вот и больше соответственно у меня не было наверное никакого плана по поводу того чего и как снимать когда появился этот план собственно и предложение тех или иных игр стали противоречить моему плану то собственно это усилило ту проблему которая была но возвращаясь к теме да то есть человек не принимал некоторые предложения которые были более важны для меня и при этом вполне приемлемы для него вполне приемлемые нормальный даже хороши может не настолько прямо радостные и хороши но тем не менее тоже радостные хороши но не принимала эти предложения то есть вот как-то это так более однобоко было в общем когда мы приходим к глубинным убеждениям давайте работать с ним давайте проверим этот эту теорию когда у людей есть мы находим глубинное убеждение то обычно имеются правила условные правила и предположение о том как эти правила будут работать и как они будут действовать в реальном мире в общем-то в общем это приводит к тому что человека следует некоторым сценариям которым следует ну которым по убеждению человека стоит следовать для того чтобы получить ну какие-то вот получить там ну ту же любовь да когда у кого то есть убеждение что он не нужен что это означает в контексте выражение ваших потребностей какие то есть какие правила создаются из убеждения того что ты не имеешь ценности то есть не нужен как ты будешь общаться с другими но я бы я бы наверное в плане романтических отношений я бы встречался бы только с теми кто ниже моей лиги не знаю можно ли так сказать нет это честно и ты не одинок если я был бы бессмысленным не имеющим ценности то я бы встречался бы с теми кто никогда бы этого не заметил никогда бы не понял и в общем имеет меньшую ценность чем поэтому мне нужно встречаться соответственно поэтому я бы не осмелился бы встречаться с теми людьми которыми на самом деле хотел бы встречаться также я бы старался бы показать свою ценность даже если я не нужен я бы старался бы показать посмотрите на какой у меня хороший до дом как можно быть со мной кто а как можно быть со мной веселым какие у меня друзья какая крутая работа посмотри посмотри это моя я я не не нужен я не не нужен я не ну в общем а показывать таким образом демонстрировать что на самом деле нужен отличный пример того тех правил которые ты можешь иметь если у тебя убеждение того что ты не нужен может быть еще такие случаи когда ты желаешь что-нибудь привнести что-нибудь дать в дружбу типа как у тебя дела все время поднимать вопрос как у них дела и типа не разговаривать о себе происходит ли с твоими друзьями тогда всегда как могу все что могу вспомнить то собственно убеждается в том что другой человек рад в нашему общению в первое профессионально в романтическом других сферах отношений что другие люди счастливы в этих отношениях на это первее чем собственно мои потребности это том что человек говорит что касается моей ситуации как бы вот убеждение того что человек никак не изменится повлияло но о том что собственно и разорвал отношения о том что прекратил и собственно несмотря на то что тот человек говорит типа нормально давай продолжать там еще что-то общение нет не будет дальнейших общений поскольку нету данных изменений вот и я не буду терпеть больше вот этих вот вот этого отношений что моя точка зрения не имеет никакого значения не имеет никакой ценности что она вообще бессмысленная вот и что я бы не ну типа должен замолчать вообще не выражать данной точки зрения вот как то так и поскольку по любому ну то есть человек остался с теми же убеждениями он никак не меняется то собственно смысл смысл дальше общаться нету смысла вот поэтому даже если возникают какие-то желания сети их лучше прекратить для того чтобы исключить конфликтную ситуацию которая в любом случае возникнет при продолжении общения ты счастлив ты счастлив но так еще один хороший пример то допущение она отноши в отношении глубинных убеждений если бы мы здесь сидели в течение двух часов то пришли бы к еще 20 подобных правил но я хочу перейти к решению проблемы потому что когнитивная психотерапия именно об этом о решении проблемах да мне нравится эта часть конечно всем нравится решение своих запросов вот это сто процентов в общем то и а для работы со своими глубинными убеждениями нужно учитывать то что они длительное время и их быстро изменить невозможно то есть а вот это глубинное убеждение которое ты говорил что ты не нужен оно касается не только твоих ну романтических отношений но и твоей дружбы профессиональных отношениях и других сферах и теперь мы поработать теперь мы проведем собственно индивидуальный поведенческий эксперимент это то что ей нравится когнитивной терапии чтобы проверить действительно ли твои глубины убеждения можно применять ко всем как я говорила глубины убеждения они более общие да а мы постараемся сделать их более условными ну знаешь типа такого что в некоторых ситуациях с некоторыми людьми я чувствую себя вот так вот но это не используется ко всем людям в общем когнитивно-поведенческая терапия это научная программа это наша мини научный эксперимент есть несколько правил по этому эксперименту мы построим эксперимент вокруг одного из твоих правил и предположений в общем то стоит начинать этот эксперимент более легких правил не переходя к глубинным мы не начинаем с правила от того что ты встречаешься с людьми которые ниже твоего уровня потому что это более глубокая вещь мы подойдем более легкой теме а почему можно их более глубинной теме важность важно глубина темы зависит от готовности человека работать с той или иной темой да то есть один человек готов работать с более глубинными темами а другой с более поверхностными здесь от клиента много зависит поэтому в данном случае она вот в не фиксирует вот эту особенность или таким образом может рассчитывать на длинительные сессии чтобы зарабатывать больше денег вот поэтому одно из двух хотя может еще какие-то варианты быть в общем то давай поработаем с правилом о том что мне нужно всегда позаботиться о желании других людей знаете вот в данном случае интересно потому что наверное это правило касается что в какой-то мере и меня вполне возможно и это правило относится к твоим интимным отношениям может быть применено к друзьям к коллегам и так давай возьмем это правило и протестируем его из с человеком из твоей жизни в общем это не должна быть самая активирующая личность то есть это личность которая собственно и вызвала данные запросы те проблемы то есть не надо конкретно контактировать с той личностью которая наиболее ярко выражает вот эту проблему и это не надо и не надо выбирать того человека которым если проверить это предположение ну типа отношения имеют слишком большое значение то есть это какие-то люди которые имеют меньшее значение но имеют где-то подобная проблему подобный поведению в более легкой степени в общем то и если что-то произойдет в этих отношениях ну как бы тебе может быть плохо но не настолько плохо что прямо все уничтожено вот как-то ужас если человек у тебя которая ты вот вот такой человек не самые важные там не самые активные не тот который собственно ты с которым порвал отношения вот если человек которым вот а потребностях которого ты заботишься больше чем своих да у меня есть друг хорошо давно ли ты знаешь этого друга больше чем 10 лет мы не каждое дело эксперимент очень ограничен во времени и тебе придется делать его в течение следующих семи дней и это не должно быть это не должно быть универсальным каким-то изменением типа такого что теперь я буду ставить свои потребности важнее всех всегда нет это более того что в этой конкретном разговоре в этом конкретном общении в этом конкрет в этих конкретных отношениях я буду говорить о своих проблемах и своем вопросе подниму свою проблему свой вопрос и после того как человек отреагирует на нее я скажу спасибо и пока и не буду продолжать общение насчет не ну насчет этого человека и его потребностей далее и то есть не будешь продолжать диалог в том духе что а вот у меня такая проблема вода спасибо что ты на нее а как у тебя дела а что тебе нужно сделать а что еще то есть не вот так себя не будешь вести интересно как это обернуть и в контексте моей проблемой ситуации да мы не будем это делать ты пойдешь к этому человеку выражать свою потребность и когда ты выражаешь свою потребность вот обскажешь ну поблагодаришь человека вот такой эксперимент мне надо это сделать да и что я должен потом ответить для начала надо это сделать мы можем а сейчас допустим а предположить как ты предполагаешь эта ситуация развернется ну давайте снова таки это получается мне пойти какому-то человеку с которым подобные вещи которые то есть не ценят мою точку зрения не а проблема в том что у меня нету таких людей то есть все люди которые вели себя подобным образом они исключены из жизни то есть их нету просто я не могу никому обратиться исходить с тем бурас вот то-то то-то что я вот это подсказал вот вот это как ты к этому относишься с это у меня просто нету таких людей вот как то так нет таких людей поэтому каким образом я могу обратиться то есть данном случае ну как то она не сработает просто все подобные люди исключены которые закрывали мою точку зрения и собственно тот образ мысли как я думаю да ну они все в принципе вот так вот отреагировали да что то нет ерунда получается какая-то и и подожди хорошо ну допустим а а что говорить мне потому что же у меня вопрос связан с тем что мне бы ну то есть человек не ценит меня и вопрос что при этом человек начнет ценить мою точку зрения или что-то типа того да нет нет наоборот только негативней отнесся в общем то сейчас я несколько фрустрированы даже не знаю что делать растерялся да по поводу того а кому применить этот подход то есть кому применить то что ну человек никак не изменится мое убеждение что человек никак не изменится все собственно я с ними уже больше не контактирую поэтому я не могу выполнить данное задание как ты думаешь может ли этот человек осуждать тебя но смотрите если допустим хорошо возьмем такую ситуацию человек который вот негативно отнесся к моей точке зрения к моему взгляду вот это кстати недавно вполне произошло ну собственно попытался я с ним пообщаться и в итоге получил бан вот да ладно бан так бан в принципе но типа зачем вообще как-то сближаться и взаимодействовать если хотя может быть сама позиция в том что человеку все равно и он никак не изменится и что он не будет изменяться до меня провоцирует самого сближаться с конкретными людьми но если в таком контексте рассмотреть то тогда это интересно да то есть моя точка зрения того что я моя мои мысли мои идеи не имеют большого значения для этих людей приводит к тому что ну как бы я стараюсь с ними сблизиться вот вместо того чтобы не сближаться оставаться на удалении вот как то так в общем то они сейчас обсуждают как может разворачиваться ситуация если он собственно будет себя вести подобным образом он сказал что нормально и сейчас они говорят о ситуации чтобы отловить ту ситуацию чтобы не допустить вот этого ой а как у тебя дела то есть когда собственно человек начинает больше интересоваться потребностями другого человека человека ну друга там или подруги кого-то такого вот ну а вполне можем предположить и такую ситуацию что человек подумает о кайл сегодня был эгоистичен и ты можешь почувствовать себя неприятно что тебе нужно о нем позаботиться спросить как-то вот поддержать разговор позаботиться о его проблемах и тебе будет типа дико некомфортно не делая этого вот какие же поэтому когда ты проведешь такой эксперимент когда ты проведешь завтра какую проблему ты поднимешь я подниму проблему насчет того что я в большом стрессе что на самом деле право как ты думаешь сколько это беседа пойдет на тему того что у тебя стресс ну где-то 15 минут хорошо и и и помнишь что после вот этих 15 минут разговора ты не должен переходить на вопрос на общение с этим человеком по поводу того что ему нужно как и так далее в общем ты сделаешь это и после того как ты сделаешь я хочу чтобы ты что чтобы ты спросил его как тебе это общение тебя как тебе как тебе то что мы сегодня не разговаривали с тобой дашь ему именно этот специфический вопрос потому что тебе нужна обратная связь конечно он может солгать но по крайней мере это даст тебе хоть какие-то предпосылки о том что он может думать хорошо мне нужно бежать потому что я занят но я хочу то есть она дает пример как это сделать но могу я тебя спросить тебе было нормально то что вот и я сегодня поговорил о своих проблемах не коснувшись твои и спросил только о своих проблемах да я могу это сделать хорошо да тогда собственно ну еще раз я могу это сделать тогда он даст тебе обратную связь и ты опишешь на было ли это настолько дискомфортно и когда ты получил обратную связь как ты себя потом почувствовал вот вот эти штуки что еще хочу сказать что на самом деле вот таких сессиях еще можно провести ну как бы ролевое моделирование то есть обыграть несколько ситуаций когда человек конкретно ведет себя ну то есть мы моделируем ситуацию в которой человек вот находит находится до проблематичные и допустим начинаем запускать типичные манипуляции которым а которые в этой ситуации может человек проявлять ну допустим в случае данной ситуации там где человек себя чувствует ненужным да что это то человек может например проявлять то есть психотерапевт может продемонстрировать и ситуации когда человек снисходительно или отрицательно относится к проблемам кайла например кайл выражает какую-то проблему до человек таким образом это не имеет особого значения да допустим это не имеет никакой ценности то что ты говоришь ерунда как бы мне сейчас интересные мысли приходят в голову вот о том что на самом деле человек понимает в этот момент то есть это манипуляция для того чтобы я дальше выражал какие-то ценные мысли но их обесценивать чтобы получить эти ценные мысли вот таким вот образом интересно интересно и чего дальше продолжаем да то есть продолжаем в том же духе что обыграть вот эту ситуацию когда человек ну вот кайла высказывает о какой-то своей проблеме допустим у него какой-то стресс а второй человек например он ведет себя таким образом что да это не имеет никакого значения да что там твой стресс вот у меня проблема например то есть мы показа обыграем ту ситуацию и как человек среагирует на наиболее типичной распространенной ситуации вот и том что допустим человек попытается снова перетянуть вопрос на себя вместо того чтобы то есть кайл пришел рассказывать о своем стрессе своей депрессии а человек говорит ну давай депрессия не такая сильная как мои проблемы которые касаются того то того то вот еще такие то есть ряд ситуации посмотреть вот и смоделировать их можно но это конечно если больше времени они могут отреагировать и таким образом что чувак это круто собственно для этого друзья и нужны и используя этот опыт мы вернемся к твоим предположениям собственно и я мы тогда просмотрим если в твоем жизни люди с которыми можно по-другому себя вести да вот насколько правдивы твои глубинные убеждения это первый шаг потом мы проводим подобный эксперимент другим человеком и таким образом мы разбиваем вот эти глубинные убеждения делаем их более условными то есть что более редкие условия когда срабатывание этих глубинных убеждений и потом мы ставим под вопрос а является ли этим глубинное убеждение настолько универсальным насколько ты считаешь нужно но снова таки в контексте знаете а ведь вот это убеждение которое я предполагал конкретному одному человеку она наверное более универсально распространяется на ряд ситуаций подобных вот они только одна ситуация как то так интересно ладно понятно это первый шаг ну собственно на это можно закванчивать до психотерапевтическую сессию демонстрацию того как она работает с одной стороны я вам переводил как это было на примере с кайлом да который отыгрывал какую-то ситуацию и сейчас мы говорим я даже задумался на некоторое время было там сколько секунд вот или может быть я минуту сидел и думал о чем-то на самом деле там пару секунд тем не менее задумался на какой-то момент и в общем то как это было для меня сессия интересно показала девушка работу техника вот этих собственного сбирания по лестнице демонстрировалась еще во время того когда я учился на психолога психотерапевта и собственно ходил на практическим психологом на занятия сессии как обучающие такие терапевтические вот интересная штука и вы увидели на примере когда собственно я видоизменил данные работу психотерапевта в направлении конкретно проработки некоторого моего запроса да и собственно выработал на примере она на примере вот том который показывал психотерапевт новый новое домашнее задание которое уже более свойственно для моей ситуации и моей проблемы да интересный вопрос вот как то так а собственно какие изменения будут знаете я вот подумал что я подниму некоторые темы которые имели для меня значение но другие люди с которыми я общаюсь игнорировали эти вопросы вот и игнорирую далее посмотрим что из этого получится интересно интересно надеюсь напишите внизу под видео как для вас прошло если вы с нами делали данное упражнение по какому-то из своих запросов и каким глубинным убеждением вы пришли и какие допустим действия вы хотите предпринять связи с этим в плане изменения отношений с кем-то из людей из вашего окружения на этом все ради высшего блага показал вам вот канал made circle показал как работают психотерапевты американский конкретно перевел все это и показал как это может выглядеть в контексте когда наши отечественные психотерапевты применяют ту же методику в данном случае я эту методику применял на себя же то есть вот таким образом на этом все до следующего эпизода